Может ли самая дешёвая модель от мирового производителя быть долговечной и надёжной? Может ли массовый автомобиль годами радовать и не подводить несколько сотен тысяч километров? Сегодня мы постараемся это выяснить на примере бестселлера Hyundai. Вы на канале «АвтоСтронг» и сейчас вы увидите подробнейший обзор этой модели. Кстати, всё сказанное сейчас будет и справедливо для Kia Rio. Обе этих машины локализованы и выпускали с 2010 года на автозаводе под Санкт-Петербургом. Перед вами рестайлинговый Solaris. Такая физиономия у него появилась в 2014 году. И ещё раз напомним, что все перечисленные проблемы и поломки не обязательно появятся на всех автомобилях. У нас здесь собраны слабые места, которые проявляются на многих экземплярах Solaris и Rio. Кузовные панели Hyundai Solaris не превращаются в труху даже после десятка холодных и солёных зим. То есть дорожные реагенты не разрушают металл этой машины. Вообще кузов защищён холодной оцинковкой. Единственное исключение – это панель крыши. Да, дорожные реагенты сюда не добираются, но камешки с дороги пробивают лакокрасочное покрытие в передней кромке крыши. Эти кратеры довольно серьёзно цветут. Так что не удивляйтесь ни рыжикам в этом месте, ни затыканным краской кратерам. Так заботливые и внимательные владельцы проводили косметический ремонт этой части кузова. Вообще из-за тонкого слоя лакокрасочного покрытия Solaris довольно быстро приобретает потрёпанный вид. Царапины на лакокрасочном покрытии появляются даже после ворса щётки для чистки снега. А сколы краски в таких сложных местах, как кромки колёсных арок, медленно рыжеют, но в труху не превращаются. Вообще сколы лучше подкрашивать даже от руки. Заводской слой краски облезает в местах тесного стыка кузовных панелей, например, между бампером и крылом, а также возле молдинга багажника. Кстати, у седанов могут свести стыки кузовных панелей в желобе вокруг проёма багажника. Вообще дилеры все претензии принимали и перекрашивали элементы по гарантии. Коррозия на нижних частях кузова и на скрытых кузовных панелях имеет в основном косметический характер и серьёзной опасности не представляет. Локеры в задних арках закрывают только треть их окружности. Поэтому задние арки нужно регулярно и прицельно мыть. Также не помешает очистка грязи из-под передних локеров. Там карманы для песка и грязи имеются в местах крепления локеров к порогам. Что точно должно насторожить, так это ржавчина по швам кузовных элементов. Много таких швов находится в подкапотном пространстве. Ржавчина здесь говорит о том, что шов, скорее всего, сыграл в ДТП, а после ремонта был плохо покрашен и загерметизирован. Также о ДТП и мелких столкновениях говорят оттопыренные уши бамперов. Их крепления слишком хлипкие, да и сам бампер легко трескается от столкновения с препятствием, особенно в мороз. Также противотуманки могут вывалиться, опять же, из-за разрушения хлипких креплений. Качество лобового стекла бюджетное. Оно царапается песчинками и даже щёткой. О царапинах от скребков для льда не говорим, потому что большинство Solaris оснащены подогревом лобового стекла. Оригинальное стекло, кстати, стоит $330, а неоригинал можно найти в три раза дешевле – он тоже будет с подогревом. Плюс, естественно, затраты на его установку. На фоне всех бюджетных автомобилей на момент своего появления Solaris получил довольно приличный интерьер. Да, пластик здесь недорогой и жёсткий, но салон очень приятный. Однако со временем здесь появляются следы износа. Они более честно и достоверно говорят об интенсивности эксплуатации и аккуратности владельца, нежели цифры на одометре. С годами здесь протирается обод рулевого колеса, а также растягивается обивка сидушек сидений. Потрёпанности этого интерьера проявляют себя к пробегу в 200 000 км. Поломанные решётки дефлекторов вентиляции – не такой уж редкий косметический недочёт. Также могут трескаться пластиковые вставки после сильных морозов. А картонный пол багажника легко лопается и деформируется под тяжёлым грузом. Некоторые владельцы мастерили пол из фанеры, обтягивали его подходящим ковролином, то есть по дизайну и фактуре. Иногда на «Солярисах» требует внимания система вентиляции. Спектр проблем максимально широкий – от скрипа сервоприводов до поломки мотора вентилятора. Чтобы устранить эти проблемы, в большинстве случаев придётся лезть в недра передней панели и снимать её целиком. Если появился скрип при смене режима обдувов, то значит в смазке нуждается сервопривод распределительных заслонок, который находится с водительской стороны. Бывает, что этот сервопривод не работает совсем. В «Солярисах» с климат-контролем похожий регулятор установлен справа. Он управляет заслонкой, регулирующей температуру. А вот в «Солярисах» без климат-контроля ось заслонки через пластиковый рычаг тросиком соединена с ручкой регулятора, который находится на пульте управления вентиляцией. Бывает, что температура воздуха не регулируется, и причина в заклинившей заслонке. Добраться до неё и расшевелить можно, лишь сняв бардачок. Кроме того, в блоке вентиляции может заклинить заслонка, переключающая забор воздуха снаружи или из салона. Она находится за бардачком, прямо над вентилятором. Ну а если постоянно работает, либо не включается обдув ног, то тогда придётся разбирать и снимать весь короб вентиляции, чтобы расшевелить или заменить соответствующую заслонку. Также хлопоты может доставить в мотор вентилятора. На многих машинах его меняли по гарантии. Оригинальный вентилятор стоит $55, но есть заменители гораздо дешевле. Электроника Hyundai Solaris не сильно беспокоит владельцев, пока не встречаются случаи оборванной проводки либо неисправности блоков. Отметим, что в один прекрасный день могут забараклить клавиши на пульте стеклоподъемников. То есть при нажатии кнопки никакой реакции может не последовать, а также стеклоподъемник может срабатывать через раз. Всё это говорит о плохом контакте в пульте, вызванном подгоранием пятаков на контактных пластинах. Обладатели очумелых ручек разбирают пульт стеклоподъемников до основания, чтобы аккуратно наждачкой зачистить пятаки. И в список электронных проблем добавим неработающий подогрев сидений. Чаще всего он не работает из-за протирания контактных проводов нагревательного мата сидушки. Нагревательный мат сидушки оригинальный стоит $60, но можно восстановить контактные провода. Они перетираются спицами, которые поддерживают наполнитель и обивку сидушки в задней части под самой спинкой сидения. Также в Solaris могут забарахлить дверные замки, но в этом будут виноваты их актуаторы. Дверной замок с актуатором для Solaris стоит $40. Под капотами Hyundai Solaris можно увидеть бензиновые двигатели объёмом 1.4 и 1.6 литра с распределённым впрыском. Хотя на рынках за пределами таможенного союза Hyundai Solaris продавался с турбодизелем объёмом 1.6 литра, а также с прямовпрысковым мотором бензиновым 1.6 GDI. Двигатели 1.4 и 1.6 MPI буквально близнецы. Отличаются коленвалами, обеспечивающими разный ход поршня. Блоки цилиндров у них одинаковые, у обоих – алюминиевые, с чугунными гильзами. В приводе ГРМ пластинчатая цепь Морзе, а на впускном распредвале – фазовращатель. При нормальном масляном сервисе, то есть при замене масла каждые 10 000 км и использовании действительно качественного масла, эти моторы без проблем ходят более 500 000 км. Невероятно, но факт. Если вы будете использовать качественное масло, то у вас не будет масложора, не забьется катализатор и даже цепь ГРМ не растянется. Примеров того, что эти двигатели перешагнули рубеж в 500 000 км и почти дотянулись до миллиона – много. Но сейчас расскажем о некоторых моментах, которые могут происходить под капотом. Прокладка клапанной крышки со временем начнёт пропускать масло. Просто меняем её на новую вместе с сальниками свечных колодцев, наносим герметик в нескольких точках, как по инструкции. Кстати, свечи зажигания надо в этом моторе менять каждые 60 000 км. Посматривайте за сальниками коленвала, масло может неторопливо просачиваться через них. Также может забарахлить датчик коленвала. При этом двигатель будет неуверенно запускаться, а если и запустится, то стрелка тахометра останется на нуле. Если двигатель стал нестабильно работать на холостых оборотах, то, скорее всего, придётся чистить дроссельную заслонку. Катушки зажигания на этом моторе служат очень долго, а ресурс цепи ГРМ, которая по оригиналу стоит всего лишь 40 долларов, очень большой. О том, что её надо менять, скажет выступание штока гидронатяжителя на 8 зубьев. Рассмотреть эти зубья можно снять клапанную крышку. Раз в несколько лет отмывайте радиатор от грязи и пуха, а также убедитесь, что гайка крепления крыльчатки вентилятора охлаждения надёжно затянута. Бывали случаи, когда гайка ослабевала и откручивалась, в этом случае вентилятор перестаёт работать и даже соскакивает. Ослабление затяжки гайки приводило эти двигатели к перегреву. Бывают случаи, что убитый некачественным топливом катализатор тянул за собой весь двигатель. Дело в том, что катализатор очень близко расположен к выпускному коллектору, а это значит, что керамическая пыль от разрушенных сот катализатора попадает в цилиндры. Итог один – задиры на чугунных гильзах, ремонтных поршней для этого двигателя нет. По-хорошему надо менять весь блок цилиндров. В целом, если эти корейские моторы китайской сборки выходят из строя, то как раз по вине владельца наездника. Hyundai Solaris до рестайлинга оснащался 5-ступенчатой механикой M5 CF1. Её прочности достаточно для работы с двигателем объёмом 1.4. А вот более темпераментный 1.6 может довести эту трансмиссию до дыр. Такие случаи были и есть. Дыру в корпусе пробивают элементы синхронизаторов и даже шестерни трансмиссии, которые попадают в жернова дифференциала. Такой кончине предшествует гул трансмиссии, а также затруднённое включение нескольких передач с хрустом. А вот если к пробегу в 150 тысяч километров плохо начинает включаться третья передача, то это значит, что её синхронизатор приказал долго жить из-за одной конструктивной особенности этой КПП. В общем, дорестайлинговый Solaris с 1.6-литровым двигателем требует повышенного внимания к 5-ступенчатой МКПП. Добавим, что 5-ступенчатая механика нередко стравливает масло по сальнику первичного вала. Не стоит затягивать с устранением этой неисправности. Для того, чтобы поменять сальник, придётся не только снимать трансмиссию, но и разбирать корпус КПП. После рестайлинга 1.6-литровый мотор подружили с 6-ступенчатой механикой М6 CF1, которая служит отлично. Любопытно, что эта 6-ступенчатая КПП без проблем и каких-либо переделок становится на место старой 5-ступки. Причём даже подойдёт коробка передач от Hyundai Elantra или Kia Ceed. Рычаг переключения передач менять не надо, 6-ая передача будет включаться как обычно. Правда, диапазон передаточных чисел у 5- и 6-ступенчатых коробок одинаковый практически. Кстати, по регламенту на пробеге в 120 тысяч километров в МКПП Hyundai Solaris надо менять трансмиссионное масло. Меняется очень просто. Сливается через одну пробку, заливается через другую, пока не потечёт наружу. На замену уходит 1.9 литра трансмиссионного масла. До рестайлинга двухпедальных Hyundai Solaris оснащались автоматической коробкой переключения передач старой и надёжной A4 CF1, созданной на основе автомата Mitsubishi F4 A42. У нас, кстати, на канале есть подробный обзор этой трансмиссии. Да, она нерасторопная и задумчивая, но запросто ходит более 200 тысяч километров. Дотягивает до 400 тысяч. Главное, меняйте в ней масло каждые 50 тысяч километров. Кстати, замена масла в ней происходит очень просто. Можно справиться в гаражных условиях. Главное, после замены аккуратно посадить поддон на герметик и закрутить все его винты. После рестайлинга Hyundai Solaris с 1.6 литровым мотором оснастили шестиступенчатой АКПП А6 GF1. Модификацию этой трансмиссии мы уже рассматривали на нашем канале для более крупных Hyundai и Kia. Этот автомат бодрее переключает передачи, да и в целом автомобили с этой трансмиссией едут благороднее. Сам автомат А6 довольно ресурсный, но в первые годы эксплуатации страдал от детских болезней, а вместе с ним страдали и владельцы корейских машин. Этот автомат более чувствителен к частоте трансмиссионной жидкости и менять трансмиссионное масло надо каждые 50 тысяч километров. И эта трансмиссия не откажется от установки внешнего радиатора. В целом, существенных проблем с автоматами для Solaris нет. Но внимательная диагностика при покупке не помешает. Ещё посмотрите за трубками на конце шлангов, по которым АТФ поступает и возвращается из основного радиатора охлаждения, а они входят в основной радиатор охлаждения справа. Бывают случаи, что дорожные реагенты вызывают на них серьёзную коррозию. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Помните, что в «АвтоСтронг» есть прекрасное подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим отличные мотоциклы из Европы с оригинальными пробегами и в прекрасном состоянии. Продаем их с полным пакетом документов. Нужен мотоцикл – обращайся в «МотоСтронг». Ссылочки и подробности в описании. Итак, мы на СТО и продолжаем. Рулевая рейка Hyundai Solaris при нормальной эксплуатации служит очень долго. Все её случаи износа или выхода из строя связаны с попаданием грязи через порванные пыльники рулевых тяг. Вместе с рейкой выходит из строя и насос гидросистемы. Если насос ГУР загудел и его производительность снизилась, советуем проверить состояние пыльников рулевых тяг. Именно из-за дыр в них и попадания грязи в корпус рулевой рейки выходит из строя и сам насос гидроусилителя. У него нет резервов противостоять грязи в масле. Поэтому если внезапно заводил один насос, то и следующий насос из-за работы на грязном масле выйдет из строя и заводит буквально на следующий день после установки. Подвеска у Hyundai Solaris такая, как и у любого бюджетника. Спереди стойки Макферсон, а сзади балка со связанными продольными рычагами. Так называемая полузависимая подвеска. Как правило, оригинальные детали подвески этого автомобиля ходят более 150 тысяч километров. В первые годы продаж Hyundai Solaris проводилось немало отзывных кампаний, в одной из которых производитель доводил до ума задние пружины и амортизаторы, так как корма автомобиля опасно и сильно подпрыгивала на неровностях. Также доводили до ума подшипники передней оси. Главное, что все детали подвески Hyundai Solaris стоят недорого и продаются отдельно, например, передние рычаги, оригинальные, стоят по 70 долларов штука. В продаже есть много неоригинальных заменителей, которые дешевле, а джентльменский набор, который состоит из сайлентблоков и одной шаровой опоры для одного рычага стоит 28 долларов, и это оригинал. Ну и, естественно, плюс затраты на его установку. Оригинальные передние амортизаторы сегодня обойдутся по 75 долларов за штуку, а хлипкие подшипники передних стоек, которые при износе скрипят и шумят при повороте передних колёс, на сегодняшний день обойдутся по 10 долларов. В пределах 100 000 км служат передние ступичные подшипники, они обойдутся по 30 долларов за штуку, а втулки и стойки переднего стабилизатора обойдутся вам по цене 12-14 долларов. Если в передней оси появился стук, проявляющийся при трогании с места, то обязательно потрясите правую рулевую тягу. Возможно, она люфтит вместе с рейкой, но эта неприятность успешно лечится заменой правой втулки рулевой рейки. На сегодняшний день она обойдется в 20 долларов. В задней подвеске всего два сайлентблока. Они стоят по 18 долларов, служат 150 000 км и легко перепрессовываются. Задние амортизаторы, последняя версия которых появилась в 2014 году летом, стоят всего по 42 доллара. Замечено, что задняя балка с завода имеет неоптимальные углы установки колес. В частности, углы схождения колес задних завалены в плюс и причем неравномерно, а это сказывается на ресурсе шин. Протектор изнашивается неравномерно, в первую очередь, с внешней стороны. К тому же, задняя ось Solaris теряет устойчивость и неприятно виляет на высоких скоростях в поворотах и на кочках. Равнять балку бесполезно, но умельцы нашли решение уменьшения положительного схождения колес. Для этого вытачиваются специальные пластины, которые помещаются под ступицы либо же устанавливаются под передние болты ступиц шайбы. В случае каждого Solaris толщина пластин и шайб подбирается индивидуально в зависимости от актуальных углов схождения колес. Самые дорогие детали ходовой части Hyundai Solaris – это шрусы. Чтобы не потратить сумму от $250 до $320 за левый или правый привод, следите за состоянием их пыльников. Оригинальный пыльник стоит $22, служит примерно 100 000 км, а затем начинает пропускать смазку из-под манжет. Дыр в нём может и не быть. В продаже есть не оригинальные шрусы, они втрое дешевле, и буквально все их компоненты – вплоть до триподов. Так что отремонтировать изношенные приводы можно за вполне скромные деньги. Hyundai Solaris – это довольно долговечный автомобиль. Простой, недорогой, но он не сыплется по мелочам и не страдает от крупных проблем. При нормальном обслуживании эта машина пройдёт и 500 000 км. Невероятно, но факт. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».